Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня готовим мясной хлеб лучший, так называется, мясной хлеб лучший, высшего сорта, по рецепту по ГОСТу 1938 года. Пользуемся альбомом «Колбасы и мясокопчености» авторства А. Конникова, тоже выпуска 1938 года. Зачитаю титульный лист, люблю его читать. Настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбасы-мясокопчености, утвержденные Народным комиссаром пищевой промышленности СССР. Для предприятий на Компищепрома альбом рассчитан на инженерно-технический персонал. Потрясающая книга с огромным количеством рецептов колбас, колбасных изделий, копчености. Рецепты все просто уникальные. Что мы не готовим, получается невероятно вкусно. Очень рекомендую, если есть желание получить такую книгу, пишите свой e-mail в комментариях, я вам вышлю ссылку на скачивание. К сожалению, я не застал времен, когда в магазинах просто продавался мясной хлеб. Кстати, некоторые подписчики пишут, что в России сейчас продается, у нас в Украине, к сожалению, не продается. И никогда не пробовал. После того, как мы приготовили первый мясной хлеб, я реально был поражен вкусом этого мясного продукта и начали готовить его регулярно. Чем хорош мясной хлеб? Ну, в первую очередь, хорош тем, что это практически вареная колбаса, только не требует специального оборудования. То есть, вам не надо колбасная оболочка, вам не надо колбасный шприц для набивки колбасы. Ее можно приготовить в обычной форме для хлеба. Лови со форму для хлеба, чтобы я показал, как всегда, не поставила. Сейчас я достану. Вот в такой вот формочке для выпечки хлеба мы готовим мясной хлеб. Ну, он же тоже хлеб, почему бы его не готовить в такой же формочке. Что еще хотел сказать по поводу мясных хлебов? Готовим мы их часто и получается очень вкусно. Поэтому очень рекомендую. Смотрите, у нас на канале практически все рецепты из этого альбома, вот о котором я только что говорил, из книги с ГОСТами 1938 года, практически все рецепты реализованы. Мясной хлеб лучший остался предпоследний. Еще один рецепт и все мясные хлеба мы закроем. То есть мы их все сделаем, со всеми проэкспериментируем и покажем вам для наглядности все рецепты приготовления. Я его оставил напоследок, потому что это, на мой взгляд, один из самых лучших. Ну, не зря он называется лучший. Вообще, Советский Союз, ну, как сказать, проявлял дикую креативность в названии колбасных изделий. Колбаса особая, колбаса отдельная, мясной хлеб лучший. Ну, вот мне кажется, что хлеб получится действительно очень классный. Итак, для приготовления хлеба используем заднюю часть говядины, мякоть 30, то есть я буду говорить частях. Мы будем делать из 2 килограмм. То есть если на килограмм сырья, то 300 грамм говядины, 300 грамм среднежирной вот такой вот свинины и 400 грамм свиного шпика. Далее, из специй нам понадобится модера. Дальше набор специй. Вообще, весь текстовый рецепт вместе со всеми пропорциями на килограмм готовой продукции вы найдете в описании этого видео. Лариса все это записывает очень подробно, очень точно. Поэтому я просто рассказываю для наглядности. Здесь участвуют ваниль, этот, как его, тмин, кардамон, мускатный орех и черный перец. Очень будет такое... Ну, кстати, вот пахнет. Еще для рецепта нам понадобится яйцо, сахар и по поводу соли сейчас расскажу. В 1938 году для приготовления посолочной смеси использовали селитру. Мы же немножко отходим от ГОСТа 1938 года, вот именно в посоле. Мы используем смесь нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6% и поваренной соли в соотношении 10 грамм и 10 грамм. То есть всего на килограмм сырья сырого 20 грамм соли, 10 грамм нитритной, 10 грамм поваренной. По этому рецепту мясо засаливается не в кусках, а в фарше. Для приготовления фарша надо будет два измельчения. Первое измельчение это очень крупное, мы будем использовать мясорубку с размером отверстия 20 миллиметров. Пока я порежу мясо для того, чтобы измельчить его на мясорубке, очень часто задают вопросы по поводу мяса. Смотрите, мясо лучше использовать не магазинное. Почему? Потому что в магазине мясо очень часто бывает длительного хранения с огромным количеством антибиотиков. Мы уже сталкивались с этим, с подписчиками. Был вопрос регулярного закисания колбасы. Когда начали разбираться, то выяснили, что он покупает мясо в одном и том же магазине, в котором утверждают, что это мясо производства Германии. То есть понятно, мясо производства Германии, значит оно длительного хранения, и значит количество антибиотиков там огромное. Если в мясе большое количество антибиотиков, значит в нем очень быстро развиваются молочнокислые бактерии, потому что нет нормального бактериального фона для того, чтобы они работали. И они в благоприятном фоне, антибиотики не действуют на молочнокислые бактерии, они в благоприятном фоне начинают очень активно размножаться. Таким образом, мясные изделия, особенно сыровяленые, сырокопченые колбасы, в процессе вяленья закисают. Так вот, не используйте мясо из магазина, в принципе, ни для каких колбасных изделий. И второй важный момент. Нельзя использовать парное мясо. Мясо должно отлежаться, отдохнуть в холодильнике, как минимум трое суток при температуре 4-5 градусов, ну, можно 3-4 градуса. Но вот не замороженное, а именно при низкой температуре. Это обязательное условие для того, чтобы получился хороший, качественный колбасный продукт. Потому что из парного мяса, ну, вкусовые качества теряются. Тоже есть определенная биохимия процесса, я как-нибудь на эту тему сниму отдельное видео. Итак, измельчим мясо на мясорубке. Засыпаем полученный фарш посолочной смесью и хорошенько перемешиваем. Важно перемешать тщательно, чтобы каждая фаршинка, так сказать, получила свою часть соли. Все остальные специи нам сегодня не понадобятся. Сегодня у нас только процесс засолки. После того, как мясо хорошо перемешали, надо его вот так вот уплотнить, чтобы выдавить из-под фарша весь воздух. Чтобы внутри фарша не происходили процессы окисления. Теперь накрываем это крышкой или затягиваем пищевой стрейч-пленкой. И отправляем в холодильник на засолку на сутки при температуре от 3 до 6 градусов, не выше 5-6, то есть 5-6 это самый максимум, в обычный холодильник. Пусть сутки солится, а завтра, друзья, продолжим. На следующий день продолжим работу с мясным хлебом. Свиной шпик нарезали вот такими вот полосочками, не знаю, как брусочками сказать. Перед тем, как нарезать, шпик чуть-чуть надо подморозить. Тогда он режется значительно легче. Теперь его надо ошпарить. Перемещаем шпик в друшлаг с емкостью. И заливаем кипятком. Делается это для того, чтобы шпик хорошо вмесился в хлебный фарш. Таким образом, когда мы его заливаем кипятком, его края подплавятся и будет, он не будет слипаться, вот будет каждый брусочек отдельно. После того, как ошпарили шпик, промываем его под ледяной водой и помещаем в морозилку на то время, когда мы будем... На тарелку выкладываем, естественно, тоненьким слоем, чтобы он быстрее охладился. И помещаем в морозилку на то время, пока мы будем работать с фаршем. Пока шпик охлаждается, произведем повторное измельчение нашего фарша. Внимание, фарш должен быть охлажденным. Температура его должна быть, вот сейчас вот на старте, 4-5 градусов. Видите, почему я говорил, что фарш надо уплотнить. Снаружи он немножко обветрился, окислился, так как никаких антиоксидантов мы не добавляли. Это нормально совершенно. Но внутри воздух не попадал и фарш красивого красного цвета. Будем измельчать фарш на мясорубку с минимальной решеткой. В нашем случае это решетка с диаметром отверстия 2 мм. То есть используйте самую минимальную, которая у вас есть. Если нету вообще тонкой решетки, можно два раза пропустить через мясорубку. Но будьте внимательны, при измельчении в мясорубке фарш нагревается. Нам нельзя допустить того, чтобы температура фарша поднялась выше 10 градусов до того, как мы начнем готовить мясной хлеб. Поэтому, если будете пропускать через мясорубку 2 раза, сделайте обязательно промежуточное охлаждение. После того, как шпик охладился, приступим к вымешиванию фарша. Друзья, при приготовлении любых колбас не пренебрегайте процессом вымешивания. Это очень важный процесс и от него во многом зависит конечный результат, что у вас получится. Мы используем наш планетарный миксер или тестомес. Очень часто подписчики спрашивают, а что с вашим тестомесом, чего вы тесто вмесите вручную. Но тесто больше любим вмесить вручную. Особенно твердые сорта теста, тесто для хлеба и так далее. А с тестомесом все хорошо, как видите. В основном мы его используем для приготовления фарша. Во время вымешивания, да, если у вас нет тестомеса, можно вымешивать обычным миксером. Насадочками, которые вот такие спиральные, для замешивания теста. Просто меньшими порциями. Опять же таки следите, чтобы во время вымешивания фарш у вас не нагрелся выше температуры 10 градусов. Сейчас добавляем сюда все наши специи, сахар, яйцо, мадеру и воду. Если вы готовите без фосфата, то воду добавляем из расчета 100 мл на килограмм фарша. Если готовите с фосфатом, то можно добавить 150 мл на килограмм фарша. В результате вымешивания у нас получился вот такой вот однородный фарш. Видите, шпик полностью вмесился в фарш, то есть, ну, как бы он именно вмешался туда. И хорошенько прилипает, не отстает. Ну, не знаю даже, как это описать. Значит, результат правильный. Теперь переложим это дело в форму. Форму для запекания смазываем растительным маслом. И выкладываем в нее фарш. Фарш стараемся разместить равномерно, распределить по форме. И уплотняем слоями, для того, чтобы внутри фарша не было пустот. Вот так вот уплотнили один слой, выкладываем следующий слой. То есть, не торопитесь вывалить весь фарш сразу же в форму. А делайте это именно вот так вот постепенно. Тогда у вас структура хлеба будет внутри более правильная. После того, как последний слой перемещен в форму, формируем верхнюю часть мясного хлебушка. Надо ее сформировать таким образом, чтобы она была похожа на обычный хлеб. То есть, вот такую вот немножко выпуклую к середине и придавленную по краям. Ну, как буханка хлеба. В это время разогреваем духовку до температуры 70 градусов. Сейчас сформируем второй батон и будем приступать к тепловой обработке. Помещаем мясной хлеб в разогретую до 70 градусов духовку с включенной конверцией. Первый этап тепловой обработки длится 1 час при 70 градусах. Через час повышаем температуру до 110 градусов. Ты понижаешь в другую сторону. До 110 градусов и продолжаем готовить. Это у нас второй этап тепловой обработки. Продолжаем готовить наш мясной хлеб еще в течение часа при температуре 110 градусов. Еще через час помещаем в наш хлеб щуп кулинарного термометра. И приступаем к третьему этапу термообработки. Готовим хлеб при температуре. Температуру повышаем до 130 градусов. И готовим хлеб до достижения внутри батона температуры 68 градусов. Я засекаю время для наглядности. Но на это время лучше не рассчитывать. Потому что разные духовки, разный объем хлеба, условия разные. И чтобы добиться точного результата, лучше все-таки использовать кулинарный щуп. Если нет щупа, можно использовать термометр для барбекю. Просто весь термометр воткнуть в батон. При такой температуре с ним ничего не случится. Он не расплавится, не испортится. Я пробовал. Прошло 28 минут. И температура в нашем хлебе достигла 68 градусов. Извлекаем его из духовки. Извлекаем хлебушек из формы. Как видите, никакого бульона, никакого жира, ничего из него не вытекло. Теперь используем яичный белок. Чистый белок без желтка отделили. И обмазываем хлебушек со всех сторон. Для того, чтобы получить потом румяную корочку. Переворачиваем. И сверху тоже обмазываем яичным белком. Поднимаем температуру в духовке до 170 градусов. И последний этап тепловой обработки. Делаем формирование красивой корочки 15 минут при температуре 170 градусов. Через 15 минут извлекаем хлебушек из духовки. Отлично зарумянился и имеет красивую такую вот золотистую корочку. Теперь дождемся, пока он полностью остынет. А лучше оставить его на ночь, чтобы раскрылись все специи. Чтобы хлеб набрался вкуса, пропитался специями. А завтра с утра будем дегустировать. На следующий день можем продегустировать хлебушек. Посмотреть, что же у нас получилось. Ну, получилось суперски. Как обычно, крупный план, потом дегустация. Вот такой хлебушек получился на разрезе. С очень красивой корочкой, как видите. Ну и очень ароматный. Специи нестандартные. Ну, необычные, скажем так, непривычные. Давайте будем пробовать. Мясной хлеб со странным названием лучший. Ну, как странным. Такое громкое название. Лучший. Очень интересный вкус. Необычный. Вот эти вот хлеба, которые с необычными специями, реально для колбас специи необычные. Дает такой потрясающий вкус вообще. Я бы сказал букет. Очень интересно. В силу того, что мы практически закончили хлеба готовить по книге Конникова, у нас остался только один хлеб с кровью, да, Ларис? Какой-то, типа коровянки. Вот. Но что-то коровянку я не очень люблю, поэтому, не знаю, будем мы его готовить, не будем. Навряд ли. Хочу подвести итоги. Вот этот хлеб, который лучший, он действительно лучший, но есть один из мясных хлебов, который мне запомнился значительно больше. Это мясной хлеб американский. Вот все-таки, на мой взгляд, у него самый интересный, самый необычный. Ну и такой, вот он понравился всем. Кто его не пробовал, сколько мы угощали друзей, знакомых, американский хлеб понравился всем больше всего. Этот тоже потрясный, причем, ну, очень интересно сало здесь ложится. Вот мы первый раз делали такими длинными кусочками. Ну, в общем, эффект, видите, какими полосочками оно легло. Хлеб классный. С удовольствием вам представляем рецепт мясного хлеба лучший, выполненного по ГОСТу 1938 года. Повторяйте за нами, пожалуйста, готовьте. Если есть какие-то вопросы, естественно, в комментариях. И самая большая просьба, делитесь нашим видео. Потому что, ну, наша цель, можно сказать, наша миссия, если это не будет сильно громко сказано, с Ларисой, как можно больше людей привести к тому, что готовить дома колбасы, сыры, это просто. Не надо покупать те продукты, которые продаются в магазине, которые, ну, совершенно ничего общего к колбасам и к сырам не имеют. Ну, на самом деле, нехорошими словами только их могу в большинстве своем назвать. Хотя, конечно, есть, наверное, хороших дорогих производителей, которые все-таки имеют совесть, есть и хорошие продукты. Но мы призываем вас, друзья, делать дома все просто. Вы видите, насколько просто сделать мясной хлеб. Попробуйте, вы реально не пожалеете. Вы удивите своих близких, своих друзей. Вот, поэтому большая просьба, делитесь нашим видео, делитесь с друзьями, делитесь в соцсетях, чтобы как можно больше людей начали делать самостоятельно сыры, колбасы. Может, кто-то захочет варить пиво. А с каждым таким подписчиком, с каждым таким зрителем, который откажется от покупки магазинной, так сказать, продукции, мы с Ларисой становимся немножко счастливей. Нам это нравится. Пишите в комментариях что-нибудь. Давайте общаться, давайте дружить. Ну, а мы, собственно говоря, готовим для вас много новых интересных рецептов. Всего доброго. Пока.